Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! Сегодня заканчивается, нет завтра праздничные дни, покоя нет, 8 января я снова возвращаюсь к теме. В общем, получилось так, что меня кратиковали за то, что я применяю резкое выражение. Сейчас я попробую их заменить. Итак, значит, я противник странных советов. Видите, как мягко. Для этого я использую доступные мне возможности, чтобы, ладно, уж пусть живут, постараюсь минимум по миле. И тем не менее, вот, тем не менее я делаю особую кунст-камеру. Объясняю в населении, что такое кунст-камера. Кунст-камера, это... Я сдаю одну. Петр Первый ее создал. Ну, всякого родца помещали в раствор спирта, где они сто или двести лет плавают. Там эти большой-большой, как бы ее назвать-то мягко, большая-большая мужская гениталия. Не знаю, грамотно ли выразился. Наверное, самая большая, и которая тоже там хранится сотни лет, от Петра Первого. Но пришло время создавать пуск-камеры 21 века. Иначе у нас никогда не будет садов. Их ничем невозможно, в этих авторов странных советах ничем невозможно пронять. Вот. Все перешло на коммерцию. То есть, ветку отрезал, обосновал пять минут, вторую ветку отрезал, обосновал пять минут, изувечил дерево до предела. Полчаса. Ставьте лайки. И сотни тысяч просмотров. Вот это самое страшное. Как могу, Борис, поехали. Вот. Это было время вебинаре, но я хочу, может, чуть по другим углам. Убрал резкие высказывания, убрал несколько фамилий. Вот. Представляю, каково им узнать. Ведь они же некоторые из них искренне делают. Они не знают, что они... Советы, которые приводят к гибели садов, что они эти советы применяют. Поехали. Ну, на данный момент, вы видите, положительную вещь. Я подчеркиваю одно. Это, конечно, не глава первой кунсткамеры, а глава ноль. Потому что никогда эта девушка не попадет к кунсткамеру по той причине, что мы с ней выращиваем настоящий сад. Заметьте, настоящий. Я подчеркиваю, любители лайков, любители просмотров этих самых фильмов особых практически никогда сами ничего не вырастили. Или вырастили так, что лучше под них вообще не растили. Вот. Поэтому, ну, на всякий случай представлю Елену Александровичу, моя помощница, моя ученица, она же еще и лицо официальное. Вот. Мостик между наукой и практикой. Единственный мостик. Так получилось. Вот. Потому что она аспирантка. Вот. Занимается еще и наукой. Инженер, 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 это и сам, энергжерея. Вот. И учится и работает. И вторая работа в моем саду. Вот. Придет время, мы будем называть уже не мою, а в наш. Поехали теперь о настоящих этих кандидатах в кунсткамеру. Вот. Значит, заметьте, там выше не стал я показывать авторов этих, этой книги. Одно скажу. Значит, вот этот штамп я называю стриптест на морозе. Его не должно быть. Вот. Ветки должны идти от самого низа, а верхняя часть, как правило, у черешного мерзает, а восстановление идет за счет нижних веток. Вот. Это большая ошибка. Видите, как я мягко сказал? Это большая ошибка. Вот. Черешина подвой. Вот этот вот подвой он не выдерживает. Странно, когда в книге поместили фотографию, где, мягко говоря, видно, что подвой негодный. Он не держит дерево. И никогда не выдерживает. Вот. Ну и, наконец, формирование кроны зима. И вот это время, когда я так плакал на этой фотографии, я написал «Распятый садовой Христос». Вы скажете, ну и что? Мы привыкли. Ничего страшного. Вот. Но автор этого книги и этой картинки, она очень хотела подвигаться на север. Что получилось? Ее обвинение в ее адрес, в ее же самых, в ее же самых материалах, в том числе и в этой книге. Итак, черешный типолюбивое растение 28-30 подмерзает, а цветочные почки дальше 25 уже не идут. Скажите, средняя полоса России, вот, Прибалтика, Урал, Приморье, Сибирь, даже Южная Сибирь, где вы такие морозы видели? Нигде. Значит, что? Значит, черешни не быть. Но она пытается, ну как пытается, перемещение южных, вот это очень важно, перемещение южных сортов в среднюю полосу положительную штатов не дало. Так. Они оказались не приспособлены к этим условиям и сильнее всего пострадали от морозов. Южный сортов, 93% деревьев. От некоторой полности у них это, но дело в том, что дальше идет перечисление и южных, и не южных, но я лично раз убедился, когда, даже сама книга обвинения, что ни черта не получается. Почему они не идут на север? 5-8 веток. Для меня это странное, видите, как я мягко, странное утверждение, что из них, что их надо оставить 3. Странное, я бы даже сказал, страшное. Вот это получается наоборот. То есть такое впечатление, что используя технологию отрезания лишних веток, лишая те же абрикосы, это касается всех деревьев, любая обрезка любого дерева, южного, северного. В общем, получается, что она продвигает их на юг. Ревшила морозостойкости, отрезала лишние ветки, искалечила деревья. Получается, она их двигает на юг. Понимаете, логика какая. А как искалеченные деревья пойдут на север? Вот видите, что это обвинение на само себя. Это называется как-то, когда вдова, как-то муниципалитетская вдова себя высекла, где-то такое праздничное. Вот она себя и высекла. Вот, видите, 5-8, оставить 3. Читайте сами. Вот. Значит, попутно я разоблачаю, раз в очередной, что вот она Сибирь, Омский садовод. А это центр Сибири, это Омск, это даже когда-то была столица Сибири. Ну, вы представляете, вдруг черешня. Значит, да сколько я знаю, вот, и сам знаю, там нет ни одного черешнего дерева. Так, вот. А вот это вот в данном случае сработало в моем искале. То есть вот эта дама, которая написала эту книгу, вот, она в обвинении против, ну, опять же, я такие уже перестал, не буду это, мягко скажу, довольно странный сайт, довольно странный питомник, так, который почему-то, я уже не говорю про роскошные вещи, даже черешня, вы понимаете, оказывается у них растут. И смотрите, саженцы из Сибири, из Сибири, а, по моим понятиям, в Сибири полтора сада черешнего, один сад у Боднера, всего лишь так, и то, потому что там микроклимат, поселок Черемушки, возле Сашегас. И второй сад, немножко по севернее, у Железова, то есть у меня, почему я сказал, пол сада, ну, там всего несколько черешин у меня, шесть или восемь, и больше нет нигде, и в Омске нет ни одного, ну, может, под снегом где-то, но, извините, когда человеку продашь, считайте, что он, вот, это, ну, в общем, надо, чтобы вырастить такой сад, надо иметь много-много черешних деревьев, много черешних веток, их надо отрезать ветки, привить, и тогда только вот такую черешню можно получить. Фотографию они слябзили, это, в сто процентов, заметьте, я тебе сказал, он его воровали, слябзили, такое мягкое, слябзили в интернете. Вот что получилось. Итак, против них в опию не только Железова, но и вот эта дама, которая доказала, то есть утверждает, что всего лишь 24-25, а севернее, учит, ни одной семечкой, ни одной плодика не получите. Они вот тут 40 градусов, ну, я допускаю. Итак, в это время в Омске была проведена в этом питомнике огромная научная работа. Подняли морозостойкость на 10 градусов, как минимум. Вот, и там сейчас их осаждают комиссией со всех этих, наши, допустим, Академии наук, с ЮНЕСКО, обязательно. Ну, такое же не может быть никогда. Если они вот это выращивают, значит, вся Сибирь, а Омск, это не шутки, уже покрыта, будет покрыта этими же плодами, то есть этими же деревьями, уже миллионами. Вот, и, наконец, там, это представители комиссии от Нобелевского комитета, тоже в Омске, да. Вот, когда мы не поехали, пока он не умер, и сейчас никому не нужен этот Боднер Борисович, вот, в черешнем саду, у которого морозостойкость, кстати, в 10 раз больше, чем у нашей дамы, которая живет на юге России, и вот, все пытается продвинуть на север, но при этом надо калечить. Вот так, друзья, вот и говорите, или это феномен, или это, мягко говоря, странный сад, 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 сад. Пропускаю, был у меня вебинар 164, я про это рассказывал, вот, а меня все ругают, ругают, уже последнее было, уже 10 минут на фильме, уже, это, давайте 5. Вот, значит, глава 2 для концкамеры, это значит, что в начале калечится дерево, после этого на него нападают насекомые, теперь их надо уничтожить, насекомые ни в чем не виноваты, все насекомые являются опылителями, вот, вот это страшная ошибка, когда сперва калечится, а потом пытается их спасти. Вот, говорю, вот, даже здесь видно, что у них изуродованы листья, вот, видно, вот, посмотрите, они обгрызены. Почему? Вот, если бы не было бы этой раны, эти листья были бы целы, и не надо было спасать, потому что они, в данный момент, они просто потеряли иммунитет. Вот. Просто потеряли иммунитет. Кандидат, кунсткамеры. Вот эту даму я не жалею, почему? Во-первых, прошло время. год назад показывал полгода сейчас ой что же мне надо было сделать то как она называется сейчас 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 обрезка плодовых деревьев для начинающих убрала или нет если брала еще похвалю внимание а нам некуда спешить мы можем не один фильм сделать а несколько обрезка плодовых деревьев для начинающих ну как неудобно ага для начинающих вот посмотрим весь убрала значит еще извинись и все будет нормально так близко плодовых деревьев где что у меня профессионально весной а вот она по моему для начинающих она нет вот понятно на двух все понятно так ужас какой-то как учит начинающих так что мы сделаем наверно оставим но это вот фотография из интернета и используют 100 200 сайтов потому что сами не делают а учат так удобно очень что будем делать друзья для начинающих так а ну-ка может там не хватает какого-то слова обрезка плодовых деревьев для начинающих ну и все так смотрим где же и и вдруг я уже нет а вдруг она меня послушалась вот я и говорю я уберу отсюда как только вот еще один кандидат так инструкция увидите вот всегда вот это вот значит сами ничего не это не делали а а все понятно а все понятно но за слово но за волшебное слово оливкина забыл где букву вы старею 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 вот на ну что видео я волнуюсь столько времени я не столько плохого сказал называю одну из главных виновников почему россия нет садов миллионы просмотров так-так-так-так-так-так-так-так больше подходит вот это вот вот она граника полетно с вами снова сад вероника так казалось бы так октября начале ноября все садовые в отличие от тимий обрез в сентябре или октябре вот мы повредим свои ствола по которым идет с тени обрезки молодых саженцев это я прорисовываю она не она а здесь а вот это самая глупость величекова извините я обещал не что яблок на очках не бывает подождать лишний год нет а и это не приходит в голову нет никуда она не делась вот все тоже самое ну что будем продолжать горжанка полюбкина пока вы остаетесь у меня в этом вот одна из у нее очень голос такой ангельский когда я лично я слушал ее мне тут же хотелось пойти отрезать что-нибудь от дерева серьезно заманивает каким-то этим ангельским голосом жаль что ее бы наоборот не надо вот она услышали про волчки что не надо трогать волчки вот тогда бы этот ангельский голос спас бы лишнее дерево вот но тем не менее я на нее решил не сердиться все таки в эти рождественские праздники я тогда сказал видите как я смягчил то он такой мурлыкаю вот что она доверчивая жертва пропаганды ученых садистов просто она использовала вот это вот советы по уничтожению деревьев в личных целях то есть она хорошо на этом заработала она верит видимо ну почему не верить им потом увидите почему вот а пока вот обрезка потом по ранам уже идет покраска дерева я не оговорился это уже не по белка покраска так и получилось что смысл по белке теряется так как она должна спасти от ран ран уже заранее нанесены получается глупость вот ну и раз уж так прошло то я еще про эту самую покраску скажу вот это вот исторический факт о том что в милане состоялось праздничное шествие вот возглавил золотой мальчик в лицетворении золотого века тело ребенка была покрыта золотой краской короче он от переохлаждения умер то же самое происходит с деревьями почему вот такое дерево рано понятно это кто-то решил что ему не нужна крыша для то что нахожу дерево является кроме дерева и рыцарь крыши для нижних этажей подземных вот она этого не знают и выбрала она не резала она выбрала эту форму чершеобразную якобы показать что деревья неправильно надо его так расти вот и естественно что теперь ливни будут проходить насквозь уничтожая первое все червей как часть цепочки вот это уже немножко отклонение было бы от тема в данном случае хочу сказать что зимой вот эта белая краска она отбивает солнечные лучи и дерево зимой замерзает ну можно сказать что это и это неведомо это с нее фотографии все фотографии я нашел в интернете которую она все доедино использовала то есть она оперирует такими данными вот на данный момент она жива ну вот надо а чтобы через году она не знает а я знаю вот вероятно что погибнет или будет болеть и дальше эти же самые насекомые которые чем не виноваты потом 40 опрыскиваний делают в садах с искусственными кронами это на юге эта система перешла к нам в россию вот а это доказательство того самого вот мальчик умер от перехлаждение это исторический факт поэтому я написал кора и кожа роль одна и та же кора у дерева кожа у человека дыхание кислород защита от холода мы съеживаемся защита от жары испарение влаги при этом получается охлаждение то есть это все идет от природы вот а так как это все почему-то делается все наоборот вот это же самое да то я бы хотел бы чтобы этим бы занялась комиссия по борьбе за наукой но если бы кто-то им позвонил и сказал порученный властью эти комиссии вы че почему вот тут же я говорю что вот это все неправильно мы за это теряем теряем это сады которые будут без химии как бы они бы удивились бы а мы тут причем вот это все освещено наукой вот это вот спора искалечим потом будем лечить вот это вот потом значит получилось так что был спор с выпускница выпускницами учеными дамами заметьте опять без фамилии которые закончили теряйскую академию вот а вот из-за чего был сыр-бор когда я вступился за деревья так со своим братом но это длинная история знают многие уже потому что она прозвучала в интернете но на данный момент получилось так что вопрос остался открытый генетики железов изучала это было обвинение дальше были слова знать какие какой-то металл а я ответил так мне повезло что не изучал вот и вот получился четвертый кандидат курс камеру где женщина которая не ползоносила это груша значит она попросила совета на канале где миллион 100 тысяч подписчиков и там получила совет от этих дам которые меня обвинили что генетику не изучал смотрите какая логика а вот естественно 7 лет не ползоносит правда почки цветочек уже заложила но дамы из этого из те самые выпускницы 7 лет не заметили что все уже вот они цветочек почки и уже больше не надо калечить и потребовали чтобы она отрезала за подлесо вот эту ветку это пол дерева обратите внимание толщина здесь право слева еще это 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 то есть большую часть дерева уничтожить пододелать страшных ран вот и тогда я знаете над ними это уже я же не они мне матерюсь не оскорбляя я просто сказал что раз они меня обвинили что не генетик то я не могу понять просто это недоумение это не мат приборы получается вашей современной генетики вы женщине заставили улучшить это дерево улучшить отрез это 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 получается что ваши приборы я смотрю в интернете ой в этом сколько как учат пилы халаты пинцетики а вы что секата пила и затем топор вот это ваши эти приборы генетики да я ничего не выдумывал это история получила огласку большую огласку вот я надеюсь после этого они хоть чуть-чуть умерили пыл уничтожать вот это у него потом дерево начинает когда болеть они говорят опрыскивайте опрыскивайте вот так вот глава 5 современная звериная технология вот я тут уже неважно скажу я фамилию или не скажу почему центральное телевидение у него есть филиал называется он телеканал бобер так этом телеканале десяток сюжетов и все сюжеты которые приводили меня в недоумение там было настолько странно ну это вот вот такая технология ведь я словами не говорю вот по уничтожению деревьев получается что вот там еще один генетик она присвоила себе звание вот это смотрите вот это это она сама о себе опытный садовод со старым она не садовод вообще значит во первых это она берет и калечит старые деревья больные да нельзя вот этот момент так вот и все передачи все до единого были по уничтожению садов я про это писал много я издевался я отправлял в это в Минсельхоз отправлял Путину специально переснял на эти на диски по Путину отправил ну посмотрите остановите их запретите сейчас правда именно на моем телевизоре несколько месяцев как она исчезла исчезли ли совсем не знаю если исчезли это благодаря мне но тем не менее это дело живет почему у них теперь миллионы последователей а то все таки первый канал и так когда это все увидел я понял одно остановить их может только запрет полный а для этого нужно поработать уже официально и нужен закон о запрете смертельных советов жесткая цензура ведь делают что хотят а люди то наивные ведь ладно бы ну количество этих самых в этих садистов мягкое слово применил садистов слово садить да вы не подумайте что от слова садом а за вот а эти садисты они в общем то заполонили все тысячи просмотров десятки сотни тысячи миллионы вот куда же мне со свинным рылом и ковар снаряд вот крайне пуганных учителей вредители она они вот эти все подборку этих советов странных да которая сады уменьшается сокращает используя смазливая внешность да вранье что опытный садовод была бы опытным она бы не калечила гудерея вот я пока только одно скажу там у нее много таких странных но когда она берет посреди лета раскапывает корни оголяют корни у взрослого дерева заметьте у взрослого дерева говорит теперь три с половиной месяца они будут закаляться вот а я за много в жизни видел но дело в том что я не был в сумасшедшем доме я точно знаю что она не сбегала сумасшедшего дома но сказать такое значит кто сбежал оттуда может быть у нее есть такое вот это биография никто не заметил а он сбежал назвал себя опытным взяли вас сценаристом сказали вот для этих неопытных девчонок вот таких вот которые на самом-то деле там где лингвиста это не помогает это садись сады лингвиста только помогает вот это вот самая внешность и язык подвешенный внешность и подвешенный язык заставляет людей верить в эту да а тот кто я учил вот ты сейчас возьмешь лопату раскопаешь вот значит и не скажешь три с половиной месяца корни оголенные будут это ведь с июля заметить с июля самая жара это называется закалка вот такие примерно советы понимаете что страшно это очень страшно друзья а потом люди верят слова энциклопедия вызывает доверие до сих пор энциклопедии это выверено были за на каждое а то а здесь нет набор вот то что увидели уже отрежем искалечим и потом прямо поэтому по ранам звездкой точнее краской вот ну а когда я говорю больше всех претензий именно к террорезовской академии как не выпускник так вот это мария визирская 190 страниц это как надо уничтожить дерево вот это видео это видели летние осенние зимние обрезка это уничтожение дерева ну вот друзья так получилось что я когда-то клялся что не больше получаса эти получаса истекают пока остановлюсь вот и впереди еще много-много тех кто попадет не людей нет я называю этих странных советов которые попадут в мою фунт камеру конечно никогда узнаю что уничтожение вот это вот приведет к уничтожению деревьев летняя осенняя зимняя обрезка никогда не окажется она денег то есть от серебряника вот это вот визирская научили они же вы видите где я поговорю кто его научил теперь это сколько денег все друзья вот эта серия заканчивается вот ну пока вот но будет и следующее вот 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 вот